Второй день в Эстонии, а я до сих пор не определился, на какую еду заработать. То ли на национальную в обычном ресторане, то ли на средневековую в 500-летней таверне, то ли вот на этот напиток, который еще и одновременно еда. Ну, надо сначала узнать, что это и как звучит. Как еще раз называется напиток? Камайок. Камайок, друзья, называется напиток, выпив который вы будете чувствовать себя сытыми минимум два дня. Сейчас все девчонки прилипли к экрану, начали записывать, а мы будем записывать звук его приготовления. Жанна, рассказывайте, что это за чудодейственный такой кефир или что это такое? Ну, в старину молоко же доили, а молоко осталось, холодильников не было. Вот молоко, оно прокисло, вот и стали делать такой напиток на лето. Туда входит мука, это непростая мука. Эстонцы всегда очень много выращивали зерно, и там четыре разных сорта. Горох, пшеница, овсяная, мука и рожь. Обычно на один стакан одна ложка вот этой муки. Чайная? Чайная. И столовая? Можно столовая, можно чайная. Любому акустическому путешественнику можно доверить плеснуть в чашку молока и насыпать муки. А вот перемешать все это с характерным звуком, тут нужен особый навык. Точные и быстрые движения. Короче, исполнительское мастерство. Так что слушаем и записываем камайок-микс. В буквальном смысле этих двух слов. Нет вероятности, что меня, так сказать, вкусит сразу? Нет. Исключено? Исключено. Погнали. Слушайте, как это, как это аппетитно, как это вкусно. Опасно, правда. Опасно, потому что выпьешь такой, употребишь такой напиток и зарабатывать на ужин уже не нужно. А у нас задача такая. В чем дело? Понятно. Сейчас, секундочку, я вернусь.